Чуть-чуть ритм, вы знаете, вот такое напряжение, что вдруг стали даже не в своем ритме немножко готовиться к удару. Вполне возможно, хотя они сейчас играют не так долго времени, в общем, для бильярда это небольшое время, да, и бывает и по 4, и по 6 часов матч. Ну, пока, посмотрите, 2-2, пятая партия, счет 3-3. Это все-таки напряжение великовато. Вот, Играш. Ну, вот это нельзя назвать ударом по лузе, это просто отыгрыш, даже не пытаются играть на лузе. В данном случае у него, видимо, других вариантов не было. Да, вот посмотрим, если закончится этот удар. Ну, вот. Это типичный удар по отыгрышу, но успешный. Да, ведь все могло быть по-другому. Давайте повторим. Чужой мог застрять, свой не упасть. Такой рискованный удар, вот куда чужой идет. О, чужой чуть в лузе не застрял. Сейчас он думал больше о своем шею. Ну что, посмотрим. Так. Так, ну что же. 5-3 поломать. Смотрю, наблюдается вот эта часто связка чужой. Среднюю с прокаткой и дальше свой. Ну вот опять, еще нужно, еще чужой свой и все, и партия. Но вот я хочу сказать, что уровень игры, насколько разный в эту игру у Сталева, вот Сталев играл и Канебек Сагандыков, да? У них же было по 5-6 партий ския, по 8 шаров они забивали, именно за счет вот этих спарок. Чужой свой, чужой свой, 4 раза партия. А вот здесь мы этого не видим, еще ни одной партии ския не было положено. Ну, посмотрим, может быть, впереди это мы увидим. Сейчас попытается опять оттягивать, опять под своего, опять под своего, в среднюю. Сильная оттяжка и, похоже, перетянул. Да, перетянул. Он хотел под свойка выйти в среднюю, но немножко. Ну что, а свой в среднюю? Свой в угол, чужой в угол. Ну вот, это удар имени поломаря, я бы сказал так. Будет с установкой играть, скорее всего. Вот, видите, именно так же сыграл. Какая плотность удара. Почти остановил. Вот этот удар очень характерен для техники поломаря. Армен Баклачян, Арман приблизительно так же играет в такую же игру, и даже удары у них похожи. Ну, я бы не стал их сравнивать, все-таки. Ну, я имею даже вот по этому удару. Ну, вот, сейчас пойдет серия отыгрышей. Да. Пока кто-то не ошибется. Или не брось, так скажем. Ну, да. Да, вот этот кий сделан из граба, и в основном, да, так сказать. Ну, граб в основном используется на верхнюю часть кида, на шафт. Совершенно верно. А там что-то из американских. Клен, ну, может быть, клен, хотя странно. Клен с грабом, в общем-то. То, что шафт, скорее всего, грабовый, это понятно, потому что клен просто не выдерживает тяжелых русских шаров. То есть пул, как раз шафт делается из клена, а вот в русский бельярд, конечно, нужен граб. Кто-то потверже. Ну, различные сочетания сортов дерева бывают абсолютно различные. Я видел лимонный кий, желтый. Вот. И оливковое дерево фирма Лангони использует. То есть различные типы. Да, я должен сказать, что на Западе еще не научились хорошо делать русские киев. Они стараются делать их на базе половских киев, но они не учитывают специфику, еще пока не чувствуют. Сейчас будет, по-моему, очень красивый удар. Ах ты, красиво-то красиво. Да, задумка была неплохая, да. Но исполнение не совсем хорошее. Хорошая фраза. Оставляет желать лучшего, да? Ну, вот не успеваем мы сейчас, потому что сейчас... Ну, должен забить этого шара, да, Александр. Восемь, три. Восемь. Поломарился, счет три-два. В пользу поломаря. Еще три-два. Ну, давайте повторим этот удар еще раз. Причем очень быстро Саша подошел, поломарил. Моментально влупил его, как говорят, без тени сомнения. Я вам ничего не говорю, вы сами шлопаете. Да, да. Да, предыдущая партия мне немножко напоминала боксерскую партию с грубым амбинным ударами, с ошибками с обоих сторон. Там не прослеживался четкий рисунок. Да, именно так. Открытый бокс. Вы знаете, вот когда ставят, вроде бы, все тут ясно, им все-таки тоже требуется большое мастерство. Во всяком случае, профессионализм и в этом деле. Вот как поставить шары? Да, я как судья должен... Внести ясность, скажем так. Да, внести ясность. Есть определенные требования, они записаны в правилах, что все шары должны касаться друг друга. Причем это очень важно. Это имеет прямое отношение к правильности выполнения начального удара. То есть шары должны разлететься. И есть строгие требования. Вот Александр подскажет на этом турнире, что должно произойти после соударения битка с пирамидой. После соударения три прицельных шара должны коснуться бортов, или два коснуться бортов, один из них перекатит середину. То есть используется наш новый вариант, последний, который мы предложили. Он, кстати, себя полностью оправдывает. Это повышает динамику игры. И опять же, это имеет прямое отношение к правильному выставлению пирамиды. Ну вот, хочу такую еще информацию выдать, выдать. Утечка информации в экране. В телеэфире это называется. Секрет, тайна, все, мы все, внимание. Аркадий Львович является инициатором проведения в феврале 2006 года у нас в городе Чемпионата мира по артистическому полу. Вот Европу мы уже провели, всем понравилось, и теперь мы инициируем проведение Чемпионата мира в клубе «Лидер» в феврале 2006 года. Но вот сейчас мы ждем решения, я так понимаю, до 25 августа будет решение. Да, будет. И, возможно, мы увидим шоу. Да, будет. Мы ждем, и я, в том числе, как член международного комитета, жду обсуждения заявок. И вот одна из заявок поступила от России, от клуба «Лидер». Будем надеяться, что так и будет. Пока мы... Ух ты, неудачник. Пока мы находимся в Санкт-Петербурге, давайте защищать интересы нашего города-героя. Что мы делаем? Конечно, я буду отстаивать наши интересы. Я помню хорошо, вы выступали в качестве комментатора, но самое главное, вы участвовали в чемпионате. И провели несколько очень интересных партий, если можно сказать, ударов. Сейчас повторим, прошу прощения, сейчас мы... Нет, не успеет нам, не успеет повторить. Ой-ой-ой-ой. Вот это удар. Но это можно сказать, что он сейчас поймал кураж, да? И сейчас может игра, конечно, переломиться. Да, вы знаете, вот такие удары свидетельствуют о большом таланте. Вот это пример именно талантливого удара. Вот пусть каждый из телезрителей попробует сам это сделать. Это далеко не просто. Вот этот удар претендует, может быть, на право быть. Обычно мы выбираем лучший удар партии, да? Я с вами совершенно согласен. Один из лучших. Запомнил. Да-да-да. Ну, сейчас Павла Тимеца нет, а так он торт готовил. Да, я бы за такие удары два очка бы давал. Кстати, правильно. В этом что-то есть. В баскетболе в свое время придумали бросок с дальней дистанции. Да-да, совершенно правильно. Да? Кстати, надо об этом подумать. Подумай, подумай. В этом что-то есть. Потому что, вы знаете, у нас очень многие бильярдисты, я заметил, в последнее время, стали играть очень рационально и перестали бить через всю поляну, как выражается, Паламарь. Выжидают, делают, видят, что они бьют, но не бьют на самом деле. Кстати, ограничение времени может в окончательной стадии игры это вернуть назад, поскольку человек, игрок, который проигрывает по счету, и у него остается мало времени, а что ему остается делать? Он будет бросаться на все шары. Я сейчас говорю конкретно об ударах через весь стол. Ну, посмотрим. И через весь стол будет играть. А что делать, если ничего не стоит на игре? А вы знаете, если вот развивать вашу мысль, то ведь, условно говоря, жюри или главный судья может сказать, вот если вы забьете вот так, то здесь два шара. То есть заранее объясняется самый сложный удар, но за него... Ну, за дуплет, за дуплет, за два борта можно назвать. К сожалению, это очень непросто записать в правила. Потому что есть много нюансов. Оба шара должны встать. Недостаточно, допустим, через всю поляну. Надо, чтобы и шары оба располагались достаточно сложно. Вот это не всегда можно щетко зафиксировать в тексте. Ну, вот есть артистический пул, мы сделаем артистическую пирамиду, и вот там можно... Вот, да, 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 да. Вот там можно будет награждать за хороший удар. И так ситуация интересная. 5-0. Сейчас темп игры несколько спал. И впереди сейчас 3-2 поломарь ведет в этом матче. И 5-0 он ведет в этой партии. Довольно много. Довольно много. И вот он бьет. Ну, надо же. Ну, 5-0 имеет право. Вот. Ай-яй-яй-яй. Это некая фантастика. Что делать? Я бы это засчитывал. А это очень плохо, потому что сейчас Винокур будет с руки играть. Это хороший шанс он смеется. Ну, забив. Хороший шанс Винокуру догнать. Ну, повторим. Вы знаете, я пользуюсь случаем. Раз, два, три. Три борта. Знаете, вот таких красавцев надо засчитывать. Вот это как раз то, о чем я говорил. Конечно. Я бы это засчитывал. Да еще этот удар был самый восхитительный, по-неожиданному. Но тогда бы у Винокура не было бы шансов выиграть эту партию. Ну, что делать? Ну, это второй вопрос. Зато зритель бы был... Для нас второй, а для него первый. Да. Вот сейчас, я так скажу, два фантазера против одного рационалиста. Да. Отлично. 5-1. А почему 5-1? Он же еще снял себе шара на полку. Значит, а, не-не, извиняюсь. Все правильно. 5-1. Это по аналогии казалось, что он забил свой конец. Конечно, он с руки играет 5-1. Ну, это еще неизвестно как раз. Вот это любимая, любимая позиция Винокура. Вот здесь он чувствует себя, как рыба в воде. Хлебом не корми, вот дай вот так вот сыграть. Он даже не думает пока о свояках. Он очень четкая. Выводит биток. Кстати, это очень сильная сторона его игры. Конечно, он держит его лучше. Но опять повторюсь, ведь очень смахивает на пол. Очень смахивает. Удары не сильные, точно акцентированные. Да, особенно если учесть, что он бьет только чужих, то это просто чистый пол. Вот, вот это его игра. Вот это его игра. Молодец. Даже не смотрит на возможность сыграть своего шара. Наверное, выводил опять под чужой. А, была по пути, атаковая, две лозы. Ну, как только шары стоят чуть более сложно, он уже может ошибиться. Даже в таких позициях. Обидная ошибка. Сейчас, естественно, для Винокура обидная ошибка. Но 5-0 и стало 5-4. В психологическом плане, естественно, становится веселее. Ну, вот, попытка атаковать лозу от борта. Ну, прекрасный отыгрыш. Доволен собой Александр Поломарь. Все хорошо у него. Ну, а что здесь? Ну, может быть, атака на лозу, может быть, два борта. Ну, тут два варианта. Нет, один борт. А, нет, решил просто отыграться. Можно было двух бортов вернуть, но вот он решил от одного. Вот, началась очередная серия таких... Позиционная борьба, оппозиционная борьба пошла. Да, психологических изысков, я бы сказал. Кто первый искнет. Типичные отыгрыши для любой русской игры. Да, в Снукер, они чаще всего-таки от двух бортов возвращают. Питок в углу. Так отыгрываются и в Московской пирамиде, и в Русской пирамиде. Правда, в Снукер они возвращают не в угол, а на середину короткого, либо прячутся шары. Ну что ж. Сейчас такого же типа отыгрыш будет. Может быть, даже опять в один борт. И с повторением. Очень четко пока. Четко, да, да, да. Обратите внимание. Четко. Вот в этом есть своя красота. Но вот пока многие... Не многие телезрители могут оценить красоту отыгрыша. А эти это очень красиво и сложно. Наверное, это даже сложнее, чем забить. В общем-то, несложный шар. Снова, да, простите, биток-то в углу, вот мы его видим. Я поясню, в чем сложно. Дело в том, что для правильного отыгрыша нужно контролировать два шара. Это не всем дано. Бывает, что биток ставят хорошо, а чужой не совсем хорошо контролирует. Вот в этом и есть искусство отыгрыша. Задумался. Задумаешься тут. 5-4. 5-4. Малейшая ошибка может привести к проигрышу партия, и уже счет будет 4-2. Эта партия очень важна. 3-3 или 4-2. Как говорят, в Одессе две большие разницы. Свой? Нет, нет, нет. Только отыгрыш. Опять то же самое. А вот сейчас Александр Поломарь может рискнуть. Ну, я думаю, что он будет отыгрываться от правого шара. В общем, да, но тем не менее. А вы знаете, он свой будет. Не отыграет. Свой? Чуть-чуть не забил, а? Да, все-таки Александр есть, Александр. Прошу прощения. Я забыл, что это был Поломарь. Да, шар-то был рискованный. Это просто повезло, что так свой. Можно было всю партию отдать этим ударом. Ой-ой-ой, перетянул. Очень мощный винт дал. Ярослав и перетянул. Он чуть ниже сыграл, к тому же, чем здесь нужно. Вот партия пошла, вот, как вы очень точно заметили, в это позиционное русло. И здесь, вероятно, да, как говорят, никто не хочет рисковать, там, как должен держать себя в узде в такой, да. Предполагаю, что соперник ошибется раньше. Первый, скорее всего, ошибется Поломарь. Да, обратите внимание, как точно Винокур поставил шар. Он поставил вот так, что в среднем ничего не играется. За два шара. Но зато играется свой в угол, который играет Александр Поломарь. Да, 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 Александр может. И сыгрывает. Вот тебе, Александр. Вот Поломарь. Ну, вот, казалось бы, неплохо отыгрался, да? Среднюю закрыл, но наиграл своего в угол. Вот так вот. Удар хорош. Удар, да. Да. Кстати, он тоже играл немножко по отыгрышам. Отлично. Ну что? Семь в стыдер. И свой в середину. Или в угол. Как говорит Александр. Похоже в угол, да? А. Да, свой в угол. Ой-ой-ой. По какой дуге. На каком ударе. Да, прекрасно. 4-2 в пользу поломаря. Прекрасно. Ох, какая дуга. Один из самых красивых шаров. И счет стал 4-2. 4-2. 4-2. Седьмая партия. Прекрасно. Из 4-3. Из 4-3 такая результативность разбоев у Ярослава Винокура. Это очень впечатляющая цифра. Крайне сложный элемент. А имея разбой именно еще и в динамичную пирамиду, это громадное преимущество. Да, да. Я бы еще хотел отметить, что после того, как были введены усовершенствования в правила, то игроки стали играть на лозу гораздо чаще. А их вынудили играть на лозу? Вынудили, вот именно. И стали забивать? Да. Они стали забивать в два раза чаще? Да. Ну, что бы вы сейчас предложили, я прошу прощения? Знаете, вариантов очень много. Это начало игры. И со стороны, конечно, нельзя выбрать. Ну, я думаю, что он будет оттягивать. Сейчас будет видно, да, он оттягивает. Отлично. Видимо. А, нет. Ну, он оттянул, но немного, совсем немного. Он оттянул чуть назад под своего, под чужого. А нет, не успеет. Под еще одного чужого. Забил и подбил. Почти нет. Не так, как хотел, но подбил. Со стороны не всегда хорошо видно, что хочет игрок. Потому что не видно точку, в которой... Вот сейчас хорошо видно, что он играет накатом. Ну что, Ярославу эту партию надо выигрывать. Я все равно проиграю, счет станет 5-2. И, в общем-то, будет довольно критичным. Ну, да, отступать некуда. Есть определенная логика развития матча. И здесь, конечно... Хотя, вот я знаю, сейчас был последний чемпионат мира по пулу. И там играли в финале Хохман немец. И один игрок, по-моему, из Тайваня, да? Хоман, по-моему. Хоман. Хоман, да. Хоман. Ну, прекрасно. Прекрасно скрутил шара по борту. Так вот, Хоман вел до 17 побед 16-11. Ну, это громадное преимущество. Ну, что там говорить. Это, наверное, шансы были 1 к 100. И этот молодой игрок, 16 лет, игрок из Тайваня, ухитрился выиграть 7-6. 6 партий подряд. А ведь пулу – это игра такая, где там разбой поочередный. Хотя, вот я не знаю, какая схема была на чемпионате мира. Но при очередном разбою очень тяжело вытащить этот счет. Ну, что же, Александр прекрасно закрутил шара по борту французы. Французы, вот будем использовать такую бильярную терминологию. Я могу привести другие примеры. Вот, допустим, в 2004 году проходил чемпионат мира по русскому бильярду. И Винокур проигрывал дважды, по-моему, Онищенко и Петушкову. То есть, он проигрывал по партиям до пяти побед. Там он 4-1, было такое, до сих пор мы вспоминаем. Да и тем не менее вытянул, поэтому он очень волевой, матчевый игрок, я бы сказал. Поэтому рано еще предсказывать. Да, все ждали Петушкова в финале, когда он вел 4-1 у Винокура в полуфинале. Все думали, что уже все. А нет. Так что надо бороться до конца. Так, а надо вспомнить хотя бы недавно Кубок Жонова. Я, насколько понимаю, играл Гальянс с Азыкиным. Да, да, да. Гальянс вел уж не 6-0 до 7. Ну, что-то в этом духе, да. И проиграл. Что-то в этом духе, да. Вот небрежный удар, небрежный удар. Обратите внимание, что в матче нужно одинаково играть на выигрыш как тому, кто ведет в счете, так и тому, кто проигрывает. То есть, у них разные сейчас задачи. Ага, серия ошибок пошла. А вот бывает так. Один ошибся, второй, прям вот целая серия ошибок. Бывает, причем довольно простых. Вот даже страх, как вирусный. Что-то вирусное. Запустили вирус ошибок. Да, да, да. Один ошибается. Второй, третий. Потом кто-то все-таки берет себя в руки и начинает играть нормально. Вот мне понравилась предыдущая партия. Там было не очень много ошибок. Там вообще присутствовали все элементы современного бельяра. Там и стратегические, и тактические. Ага, забирает. И хорошие шары. Забивает винокур. Ну что, 4-2, надо забивать 5-2. Но при случае еще шарик. Да, игроки сами себе снимают. Это тоже один из элементов новых, который сейчас и виден. Да, этот элемент будет увиден. Ну что, бельярд движется к зрителям. Да, 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 конечно. Поскольку зрителю нам нужен результативный бельярд, это однозначно. Какой четкий удар. Просто здорово. Ну что ж, сыграл плотно с остановкой. Шикарный удар. Ну стол, видимо, мягкий, позволяет делать такие удары. Не на каждом столе так вольготно можно себя чувствовать. 6-2. Винокур все чаще выходит под чужого. Да, 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 да. Хотя странно, честно говоря. Да. Ну вот свой. Да, свой. Но непростой. Здесь нужно чуть играть в прокат. Он отлично сыграл. Ну что, видимо, эту партию Ярослав должен выиграть. Счет станет 4-3. Ну вот опять же, как будто он слушает нас. Мы ему сказали, нельзя проигрывать. Он понимает, понимает, конечно. И он не проигрывает. А иначе лишит интриги в этом матче. 4-3 это все-таки интрига. Да. Прекрасно. Вот, кстати, в данном случае, если бы упал свой, это бы уже ни на что не влияло, поскольку было бы 8 шаров, и перехода хода не было бы. Конечно. И счет стал 4-3. Можно было бы и не объявлять, поскольку мы и так видим. Нет. Вот здесь-то мы видим 4-3, а вот здесь пока не видим. Это я на всех случаях говорю, да. Поломарь. Ну вот, восьмую партию очень удачно начинает Александр Поломарь. Он открывает счет. Затем выходит вперед. 2-0. И, казалось бы, есть все шансы завершить партию, как говорят, с Кия. 3-0. Ну вот так вот досчитать до 8-ми и будет партия. Так, это вы скучали, что с Кия ни одной партии? Да, 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 мы же еще ни одной. Ну вот, опять же не будет. Да. Хотел с Кия. Ну, очень смело, очень смело играет Александр. Вы знаете, вот когда я разговаривал, да, с Сашей, так, ну, обычно задаешь вопрос, ну, все-таки 18 лет парню, тоже надо, особенно тут так умственно, тут пожилые люди вроде меня там начинают такие слишком хитрые или там умные, я не знаю, какие там вопросы задавать. Ничего там особо правду умного нет. Он говорит, ну, знаете, он относится проще. Опа, вот это да. И он говорит, да, я, говорит, я не думаю особенно о тектике, о стратегии. Вот у меня идет и идет. Наверное, он думает, интуиция колоссальная, но сформулировать пока еще, да, в этом возрасте непросто. Опыт приходит со временем. Ну, дело в том, что они часто играют стратегически и тактически, но даже об этом не подозревая, потому что что такое, в конце концов, правильное решение? Оно часто принимается интуитивно, человек, может быть, и не осознает, но на самом деле оно принимается. Я не знаю ни одного удара без принятого заранее решения. Я имею в виду игру мастеров такого уровня. Другое дело, что не всегда все получается, но решение принимается. Насколько удачлив Александр. Удар-то был такой сомнительный, но все хорошо. Да, победителя не судят. Да. А как обидно тому, кто отыгрался. Он отыгрался, создал ловушку, человек бросился. А играть нечего. Вот я знаю такое состояние. Очень обидно обычно бывает. Да, все бывает. А причем, когда это бывает раз за разом, ну, уже думаешь, ну, так же не бывает. Александр, это игра, поэтому у нее всегда есть элемент непредсказуемости. Всегда что-то получается случайно. Никуда от этого не денешься. Я считаю, что если будет игра полностью предсказуемой, это будет смерть бильярда. Полностью предсказуемой она просто не может быть априорной. Слава Богу, но слава Богу. Шарики круглые, катаются куда хотят. А, ну... Другой вопрос, что элемент случайности можно увеличить, а можно уменьшить. Это другой вопрос. Серия отыгрышей. Знаете, если они будут продолжать так отыгрываться, то шары могут скопиться возле одной из луц и даже ее заблокировать. У нас бывали такие случаи, но у нас есть правила на этот счет. Вот, если вот так вот сгущаться будет позиция возле одной из луц, то, в принципе, можно начать игру опять с центра. Каждый игрок делает по три однотипных ударов, и можно уже принять решение. Вот обратите внимание, что, в принципе, дело к этому идет. Если ничего, конечно, не произойдет, если они будут точно отыгрываться, я не знаю, сейчас вот, допустим, что будет делать поломарь. Может, и в среднюю будут играть. Вот, 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 вот. Вот это да. Вот, 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 вот.